у нас лед ничего себе представляете насколько у нас холодно что у нас лед на самом деле не холодно на улице люди ходят без шапок просто ночью было минус 4 поэтому все лужи замерзли так не ветра погода отличнейшая сегодня прям прям хочется даже прогуляться для сегодня решила на работу пойти пешком и прогуляться погашать свежим воздухом посмотреть на заснеженные горы потому что хорошее настроение и вам мои дорогие подписчики желаю тоже всегда быть в хорошем настроении снег можно увидеть только наверное вот вот в таком виде да как все серьезно у нас кстати у нас началась зима у нас пришел опять циклон 0 минус 5 ночью холодно прям реально так холодно стало северный ветер я сегодня в шапке в куртке в угах и как печально что я не одела шарф у меня даже простуда выскочила вообще потому что чуть-чуть ветер мне шею поддул и все вот сейчас я ощущаю полной степени зиму он когда в том году переехали марте мы еще застали более такой холодный климат а потом я думала что ну треска как-то стало тепло и мы вот с курток сразу шорт переоделись вот здесь геленджике именно такой климат сразу с курток в шорты либо шорты в курточку или в шубу или как там я не знаю мне очень понравилось вообще в климате так наверное давайте знаете как расскажу каждый месяц я расскажу какой климат здесь сегодня забрать январь то примерно но минус 1 2 плюс 12 вот так вот было примерно у нас здесь в геленджике ну вот в январе февраль говорят самый холодный самый холодный примерно ну сколько я не знаю 0 плюс 2 плюс 3 вот так вот будет наверное на протяжении всего месяца плюс ветреный самый ветреный месяц бывают частые нурдосты в этот месяц январь февраль и в основном в марте вот что касаемо марта марте плюс 8 примерно но также 0 плюс 8 погода ну тоже шапочку иногда я одевала я помню как по приезду сюда в общем нормально погода я так считаю что даже в марте офигенская погода плюс 8 блин что касается апреля апрель такой ну перевалочный так скажем плюс 10 примерно ну вот на протяжении вот месяца плюс 10 потом 1 плюс 15 потом опять плюс 10 то есть уже перепады есть но перепады уже потепление идут вот май соответственно теплее 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 и резко просто в мае плюс 20-25 и все и пошел июнь июнь 20-25 ну да примерно потом август 30 ой июль 30-35 потом август 30-35 самый жаркий июль август здесь прям очень жаркий прям аномально у нас даже в том году доходило до тридцати девяти было очень-очень жарко было невозможно я к такому такой жаре не была готова да потом сентябрь тоже жаркий еще купаются сколько 25 наверное есть потом октябрь тоже теплые примерно 18-20 градусов ноябрь был очень даже теплый до 15 12-15 градусов так декабрь декабрь в этом году был теплее чем другие года примерно тоже 10-15 градусов вот примерно погода на весь год по месяцам что касаемо какие вещи должны быть здесь для жизни вообще да я видела что некоторые девочки вообще ходят в шубках но в шубках ходят я думаю что шубы как раз для такого климата как здесь геленджике потому что они продуваются вот девочки ходят норковых шубах кроличьих шубах я видела да ну я думаю что это больше наверное мода чем теплота вообще у меня вот есть пуховик я не скажу что он плотный если касаемо екатеринбурга то он наверно на осень весну а зимний должен выйти образы теплее потому что холодно теплому ну в тонком пуховике будет холодно зимой из обуви из обуви у меня оги они не зимние я думаю что они более наверное весенние да они весь осень весна они с подкладкой просто утепленной но не зимний прям не с натуральным там мехами как валенки нет не в них комфортно я в них хожу когда на улице 0 0 там плюс 2 плюс 3 вот так вот и у меня достаточно вообще мне тепло у меня за наверное проживание сколько девять десять месяцев здесь геленджике один раз только мерзли сильноногие когда я кроссовках мы с аленой ездили в краснодар и все все остальное время было очень очень тепло остальные вещи джинсы кофты это все такое демисезония